Партнер программы салон-отелье классических итальянских костюмов Марко Биантония на Карло Липнихта 71, телефон 295-777. 12 часов и 6 минут в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Добрый день. Вас приветствуют ведущие передачи Дарья Токузлеева. И Владимир Сметанин. Любопытный праздник сегодня, Даша, отмечается. Вслед за днем ВДВ идет День арбуза. Это мой праздник. Сегодня 3 августа. Но мы в семье уже парочку арбузов покупали и вполне себе довольны. Что, ты смотришь так, вы больше намного, да, уже покупали? Ну, потому что в этом году, два или три года до этого, не было вообще нормальных арбузов. То есть арбузы были либо незрелые, либо уже прокисшие. Вот в этом году нормальные, и все прям говорят, что да, в этом году хорошие арбузы. Ну, вот вполне себе понятно, как можно отметить этот праздник. Непосредственно приобрести арбуз, да, и употребить его всей семьей. В граммах на 12. Два часа дневного разворота у нас впереди. Я напоминаю традиционно о том, что не только посредством радиоприемника можно слушать, слышать нас. Есть также еще и онлайн-трансляция. Ссылку на нее вы можете найти в телеграм-канале нашей радиостанции «Кировоград». Несколько тем у нас впереди. Ближе к концу. После 13.30 мы будем говорить о, так скажем, кинематографической составляющей. Фестиваль театра, кино и СМИ на семи холмах. Мы уже не один эфир посвящали этому мероприятию. Стартует 6 августа в воскресенье, завершится 13 августа тоже в воскресенье. Большое количество российских звезд театра кино к нам приедут. Красная дорожка будет у драматического театра «Показ кино» под открытым небом на театральной площади. В общем, подробнее о кино составляющей поговорим с менеджером кинопроката кинотеатров «Смена и дружба» Александром Сухаревым. Проблему озеленения тоже будем поднимать после 13 часов. Все мы прекрасно знаем, что активно в городе продолжается ликвидация старых ветхих деревьев. Накануне стало известно о том, что собираются, или вернее уже сносят ликвы у здания городской администрации на пересечении Воровского и Карла Маркса. И сразу две представительницы управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации к нам придут. Это Светлана Кекина и Екатерина Безгачева. Да, обычно они ходят по одной, а вот сегодня вдвоем. А тут вот два замечательных специалиста у нас будут в студии, чему мы очень рады. Ну, а сейчас мы представляем нашего первого гостя. Это Сергей Улитин, председатель общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. С днем Рабуза. Спасибо. Да. Повод у нас для встречи следующий. Ну, практически уже две недели назад вы встречались с губернатором Кировской области Александром Соколовым и представили ему ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе. Это такой традиционный документ, подготовкой которого занимается наша общественная палата. Я, надо сказать, с большим интересом, ну, не то чтобы изучил, но внимательно просмотрел все эти 120 страниц. Такой объемный доклад достаточно получился. Сразу же, знаете, я отметил для себя то, что вот там формулировки опросов жителей Кировской области, они максимально приближены к реальной жизни, да, к разговорной речи. Ну, вот, например, раздел, в котором жители области оценивают деятельность органов местного самоуправления. Самый популярный ответ, плывут по течению и борются с текущими проблемами, почти 60%. На втором месте ответы обслуживают интересы приближенных предпринимательских структур. Как-то вот в обычной жизни мы какие-то подобные тоже, да, похожие мысли высказываем. Ну, я, безусловно, еще с большим интересом обратился к разделу СМИ. Есть там раздел, посвященный средствам массовой информации. И вот, Даш, хочешь, тебя порадуй или не порадуй, да? На вопрос, какие источники информации, какие СМИ используют жители региона для того, чтобы узнавать об общественной жизни. Как думаешь, на каком месте радио? На четвертом. На последнем. А сколько всего мест? Мест несколько. На первом месте интернет, чуть более 60%. На втором месте телевидение. А интернет не делили, я думала, интернет поделен на... Нет, там есть социальные сети еще выделены в отдельную строку. Но тот же самый интернет, да, на втором месте телевидение. На третьем месте друзья, коллеги и родственники. Там цифра 50%. То есть половина жителей, ну, вернее, половина респондентов, да, предпочитают узнавать об общественной политической жизни региона, а друзей, коллег и родственников у радио только лишь почти 19%. Ну что, будем повышать сегодня, да, этот показатель? Я тебе, знаешь, что скажу? Вот этот вот ответ, который у друзей-родственников, в моем случае, он совпадает с радио. Потому что люди знают, где я работаю, и они действительно спрашивают меня. Так, расскажи, а что вот здесь вот происходит, а что с этим? Поэтому, знаешь ли, друзья-родственники, но при этом нужно учитывать, да, чем именно занимаются друзья-родственники. В общем, повторюсь, что документ очень-очень интересный, и если вам любопытно, слушатели, он доступен для скачивания уже на сайте... На сайте общественной палаты он есть, да, конечно. На нашей общественной палаты. В разделе документы. Грамотно, очень профессионально составлен, там, инфографика, проценты, в общем, очень любопытно посмотреть. Давайте начнем с вопроса, вообще для чего, да, это все делается, для чего он готовится, доклад, в чем его значение? Этот доклад, это требование, он прописан в законе Кировской области об общественной палате Кировской области. Он не первый год выпускается, он ежегодный. И интересный формат, он берет не год, он берет полтора года, то есть с лета 20... С 1 июля 21 года, да. Да, 21 года и следующий год. Интересные две вещи. Первое, то, что они повторяются, и поэтому можно посмотреть динамику. И то, что подобного документа, я не знаю, по-моему, никто в Кировской области не делает. Это все делают все общественные палаты в всех регионах, но нам дано право самим формулировать вопросы. Структура разделов примерно одинаковая, но вопросы мы формулируем сами. Причем формулируете вы их достаточно просто для понимания. Да, конечно. Видимо, один из критериев сделать так, чтобы вопрос был максимально понятен. Конечно. Респондентам. По структуре. Первая глава, это активность и настроение граждан. Вторая, это пронекоммерческие организации Кировской области. И третья, общественный контроль, общество, власть. Ну, четвертый вы назвали средства массовой информации, как составляющие гражданское общество. Значит, задачи определить отношения жителей региона к деятельности областной и городской власти, оценить отношения жителей региона к местным органам власти, оценить отношения к СМИ и их влиянию на общественно-политическую жизнь региона, определить наиболее важные мероприятия общественно-политической жизни города и области, оценить проблемы, которые мешают жителям региона активно участвовать в данных мероприятиях. Есть еще несколько задач, но они примерно все одинаковые. Значит, насколько можно верить тому, что мы получили? Во-первых, мы делаем это не сами. Мы размещаем это, нам делает Ветский государственный университет. Делают традиционно, хотя, насколько я понимаю, на конкурсной основе. Выборка. 1200 респондентов. Это реальное количество анкет, собранных в ходе исследования. География. Город Киров. Не менее 200 респондентов. Районные центры Кировской области. Тут еще интересно, что у нас очень сильно отличается ситуация по районам Кировской области. Во многих разделах по муниципальным образованиям, по районам. В зависимости от численности населения региона от 22 до 30 респондентов в регионе. Конечно, хотелось бы больше, но мы понимаем, что это тоже стоит денег. И поэтому пока те результаты, которые мы видим, они сильно похожи на достоверные. То есть мы в них верим. Понятно, что используется расчет квот для того, чтобы было точно по основным социальным демографическим характеристикам. Это возраст, это род деятельности, доход, образование, пол. То есть все категории должны быть представлены. Да, здесь очень подошли профессионально. И более того, мы там дальше пойдем и увидим. Значит, ну по районам вас, наверное, грузить не буду. Сергей Николаевич, давайте еще по цели все же вопрос Владимира добьем. Вы представляете, да, представили губернатору этот отчет, власти что-то делают с этой информацией? Ну то есть просто, ну да, хорошо. В конце документа есть рекомендации. Рекомендации даже не самое главное. Это же не первый год подобный доклад представляется руководству региона. Ну, первый год мы предоставили этому руководству, этого региона. Нет, понятно, но все равно ведь у нас каждый раз не обновляется регион с приходом нового губернатора. Хотя иногда кажется, что обновляется. Смотрите, на самом деле очень важно, потому что когда у тебя есть хороший инструмент, им можно или пользоваться, или не пользоваться. Вот с Александром Валентиновичем мы пробегали по разделам. Примерно 45 минут, это мы еще не все успели посмотреть. Причем именно по некоторым позициям он сказал, что да, это совпадает с тем ожиданием, которое я там видел по структуре, то, что происходит в районах. Где-то мы с ним поспорили и, в общем-то, пришли к выводу, что в зависимости от трактовки могут быть верные данные, могут быть неверные, но это буквально там пара пунктов. А по каким пунктам были вопросы? Мы смотрели по... Уровню доверия к власти, наверное, да? Нет, это не по уровню доверия. Там как раз вопросов не было. Вопросы как раз трактовки. Вот примерно то, что вы говорили, интернет это социальные сети или нет. Вот смотрите, сейчас это очевидно, что это одно и то же, да? Ну да. Не было бы интернета, не было бы социальных сетей. И да, и нет. Но ты имеешь в виду техническую часть. Когда мы раньше начинали задавать этот вопрос, вот посмотрите, как мы трансформировали свое восприятие. Я перестал смотреть новостные сайты. Я сейчас сижу в Телеграм, в тех каналах, которые мне интересны, и иногда перехожу по ссылкам в новостные каналы. Ну вот эти, которые... Сайты, средства массовой информации. А что было буквально три года назад, когда вот эти отчеты уже тоже делались? Было небольшое количество социальных сетей, где не было... Вот у Телеграм же интересный формат, когда там все новости есть. Раньше социальные сети это средства общения, где такой информации не так много. Вспоминайте, ACQ там... Ой, ну ACQ-то ладно, это я глубоко, конечно, залез. Это уже нулевые. Да, но по крайней мере Facebook и прочее. Там больше было общение, больше какие-то корпоративные вещи. И там мы черпали информацию. Поэтому можно поменять структуру доклада, можно. Но это повлияет на восприятие, на вот это вот как раз прогноз на несколько периодов. Я думаю, что по задачам, если... Что, смотрите как, по задачам все очень просто. Если мы видим, что население, вот уже Володя сказал, не доверяет органам власти в каком-то районе, а в каком-то доверяет, ну это же ведь здорово. Это можно проверить, по крайней мере, там на уровне власти, да, с тем, как работают чиновники. Там своя система координат. Их же оценивают тоже, они не просто так работают. И когда это накладываешь, и вот некоторые выводы сразу очевидны, да. Где-то видно, что власть работает хорошо, но при этом не умеет подать свои результаты, и поэтому ими недовольны, или, по крайней мере, не воспринимают. А где-то, наоборот, вроде кажется, что по всем сводкам, что вроде там не все так хорошо, и денег не очень много. А население довольно, и, в общем-то, и уровень доверия к власти высокий. То есть экономическое положение района и уровень доверия к власти не коррелируют между собой? Нет, очень часто никакой корреляции нет. И как раз вот эта вот хорошая история для того, чтобы принимать какие-то дальнейшие управленческие решения. Корректировать, да? Да. А что тут видится тогда важнее? То есть уровень доверия к власти или человек, который действительно качественно выполняет свои функции, да. То есть если никакой зависимости нет, то получается человека, который качественно выполняет свою работу, могут поменять на другого, у которого лучше получается вызывать доверие или как? Не соглашусь. Скорее не так. Если ты работаешь хорошо, но ты не можешь показать свои результаты, то тогда мы тебе говорим, вот смотри, вот здесь тебе надо подтянуться. А дальше уже следующая итерация. Если через год мы видим, что динамика пошла вверх, то ты делаешь правильные выводы. Если ничего не изменилось, то или ты ничего не делал, или делаешь что-то неправильно. Хороший инструмент проверить. То есть какое-то управляющее воздействие управленческое получаешь, и потом смотришь через год на результат, получилось или нет. Но в управлении оно быстрых результатов редко когда бывает. А насколько вообще важно тогда в этом вопросе доверие к власти, да, с точки зрения эффективности его работы? То есть человек работает, работает, а потом ему говорят, знаешь, вот ты работаешь хорошо, но что-то люди тебе не доверяют. И он такой, ну, я же хорошо работаю. Смотрите, а что-то не состоит из одного показателя, и понятно, что это все интегрировано. Не зря в моем, там, 106 страниц, в моей бумажной версии, у вас там в лице у нас 120, но показателей очень много, и они перекрещиваются, и эти нехороши. Знаете, к чему этот вопрос задаю? Я говорю к тому, что в последние годы госаппарат, как мне кажется, очень сильно увлекся собственным пиаром. То есть мы видим даже в структуре там тех же самых Яндекс.Новостей, в соцсетях, то есть у каждого госоргана должны быть свои соцсети там, да. С одной стороны, понятно, да, что это преподносится как инструмент некого взаимодействия между институтами власти и обществом. С другой стороны, все это так или иначе используется, ну, грубо говоря, в рекламных целях, да. То есть мы показываем в тех же соцсетях, в интернетах, в интернетах, сказала как бабушка, одну картинку, да, а по факту она может быть другой. И уровень доверия к власти может расти по результатам той картинки, которую власти транслируют через интернет. Нет? Ну, мы живем во время, когда не запостил, считай, не было. Ну, вот да, действительно. Поэтому, на самом деле, это все надо показывать. Вот есть очень много интересных исследований, которые говорят о том, что мир меняется, надо ему соответствовать. Вот у нас там есть раздел, который делала для нас Москва, мы, Федеральная общественная палата, и получается, что с точки зрения некоммерческих организаций, участия в президентских, это самое... Грантовых конкурсах. Да, в грантовых конкурсах президентских. Мы, на самом деле, круто на шестом месте по количеству побед. То есть мы очень качественные материалы готовим, но мы сильно внизу с точки зрения количества подаваемых заявок на количество населения. Но ведь без информирования, без продвижения, мы потому и имеем такие цифры. Буквально вчера мы обсуждали по Росплазме, было большое совещание, приезжали тоже москвичи, и получается, что вообще Кировская область, как здесь привозок в федеральный регион, примерно 8% имеют от общего количества донорской крови. Это сильно отличается от того, что в других регионах, и мы понимаем, что вот одна из задач, это как раз рассказывать, показывать, объяснять и повышать показатели. Здесь история та же. Вовлекать людей в решение, там есть интересный раздел, он называется «А для чего, собственно, нужны некоммерческие организации?» Вот по оценке некоммерческих организаций. Там есть, конечно, раздел, чем они занимаются. Там, по-моему, решение социальных вопросов на первом месте, по-моему. Вот, нет, я сейчас долистал, зачитаю. Взаимодействие некоммерческих организаций с органами власти. На вопрос «Оказывают ли некоммерческие организации влияние на процесс принятия решений в регионе?» 39,3% ответили, что скорее да, чем нет. Это высокий показатель. А отвечали представители НКО сами? НКО, да. Причем сама таблица интересна постановкой вопроса. Оказывают влияние, потому что Актуализируют социально значимые проблемы. Это 18% проголосовало. Активизируют деятельность общественности. Почти 19%. Лучше информированы о сути проблемы. 18%, тоже почти 19%. И вот показатель 19% лично заинтересованы в решении проблемы. Я сперва подумал даже, что какие они корыстные и нехорошие, но с другой стороны нет ничего лучше, когда человек понимает, как и решить, является пользователем этой проблемы. Это так же, как про зарядные станции для электромобилей. Когда имеешь электромобиль, понимаешь, какие и где тебе нужны. А когда нет, ну вроде как. А что они там спорят, про что? Вот. У нас 44% НКО получали господдержку в этом периоде. 50% не получали, но всего 6%, ну почти 7, пытались, но не смогли получить. То есть отказ-то не такой большой. То есть по критериям не подошли, да, если не ошибаюсь? Да, по критериям неправильно заполнены материалы. 7% немного. Это как раз вот. И смотрите, мы берем второй раздел, мы его переходим. На федеральные цифры. И это у нас попадается тем, что мы очень неплохо по президентским грантам идем. То, про что я говорил. По НКО вообще меняются год от года показатели в лучшую сторону? Показатели по численности? По численности у нас... Чуть более полутора тысячи, запомнил эту цифру. На конец прошлого года. На 31 декабря 1546, 21 год прибыло 49, убыло 60. 22 год прибыло 64, 67, то есть стабильно. А вот по настроениям, да, вот когда они считают, что они оказывают влияние на процессы какие-то? Здесь не скажу, по динамике не смотрел. Я могу сказать, что для меня оказалось очень странным, вот в разделе проблемы НКО, то есть, ну, чем они? 19% отсутствие финансирования, 17% отсутствие поддержки власти, но, извините меня, почти 14%, ну, 13,3% нехватка помещений. Оказывается, смотрите, ну, тоже ведь это точка роста, да, если мы знаем, что везде есть помещения, во всех муниципалитетах, мы не будем говорить, насколько они там в надлежащем состоянии, но все можно привести в порядок. И вот это то, про что мы тоже будем и говорили, и будем смотреть, как они можно помочь, если... Ну, это, по крайней мере, проблема физическая, она решаема. Да, да. Ну, у нас в городе, там, бывают прецеденты, когда некоммерческая организация через городскую думу, да, если не ошибаюсь, там, выбивает себе площадь, но... Ну, проблема-то решаема же. Да, решаема, это решается на уровне думы, как раз вот, с одной стороны, на этот, можно опять же, вот через разрез доведения информации, кто-то, может быть, говорит, что, ну, у нас нет помещений, и мы, наверное, никуда не пойдем. А на самом деле помещения есть, они просто даже не пытались. То есть, вот, как раз вот эти точки, которые есть проблемы, надо брать и по ним идти. Мы, правда, лихо двинули уже во второй раздел. Да. Хотелось начать с первого. Перескочили. Потому что... Первый раздел. Состояние гражданского общества, да, в нашем регионе. Вы сказали, что очень сильно есть цифры, которые вот по районам разнятся. Сейчас мы до этого дойдем, буквально там две минутки потерпеть. Значит, по формам гражданской активности, у нас же общество занимается разной формой активности, самое большое, 23%, это участие в выборах и референдумах. 17% участие в благоустройстве территории. Вот, интересный такой переход. Да. Выборы, и тут благоустройство сразу территории. Причем, более того, мне так интересно посмотреть, что у нас будет в следующем докладе. А, в следующем докладе у нас будет хорошо. Хорошо. Я полагаю, что 17% увеличится существенно, потому что мы больше денег дали на ППМИ. И подготовка к 650-летию. Да, и я очень жду, что этот показатель возрастет. А вот по итогам 24-го, я думаю, что, скорее всего, участие в выборах и референдумах... Потому что выборный год будет. Да, будет выборный год, там цифры изменятся. Уровень гражданской активности. Причем, наиболее высоко этот уровень оценивают студенты и временно безработные. Интересно тоже. Самые заинтересованные люди в гражданской активности. На самом деле, с 21-м годом уровень немного упал активности. До 4,66 с 4,85. Понятно, что показатели такие интегрированные. Они говорят, скорее, не о конкретных каких-то вещах, а о соотношениях. Но, смотрите, если, допустим, Киров где-то близко к средней цифре 4,53, Орловский район 3,14... Это по десятибальной шкале, уточню, да? Это нет. Нет? Это, ну, по десятибальной, но, в принципе, показатели интегрированные, он немножко считается по-другому. Пижанский район 6,14. То есть, смотрите, Орловский 3, Пижанский 6, Киров 4,5. В два раза больше. Да, то есть вот... А этому есть какое-то объяснение? Этому есть объяснение. Нет, но вот, смотрите, пока запомните, что эти два района... Ижанский, Орловский, как на двух разных шашах. Причем я, конечно, всегда думал, что Орловский, находясь ближе к городу, как-то должен быть поактивнее. Ижанский все-таки отдаленнее, да? Но вот, тем не менее. И мы сейчас по этим двум районам... Они специально взяты для примера. Не потому, что они там самые хорошие или самые плохие, а просто вот я по ним пошел дальше, и оказалось, что они везде вот в противовес находятся. А вот следующая там табличка, это динамика гражданской активности. И если показатель больше пяти, то активность растет. Если меньше, то, соответственно, падает. Так вот, в Орловском 4,09, в Пижанском 6,09. То есть Пижанка еще прирастает. Орловский, в общем-то, не торопится. Следующий, Акиров у нас... Также в серединке где-то. В серединке, 4,94. То есть вот чуть-чуть вот там колеблется. Чуть-чуть не дотягивается. Потом, следующий вопрос был про препятствия для гражданской активности. Низкая инициативность 27%. В 2021 году была 30%. То есть люди начинают вовлекаться в процессы. Противодействие со стороны государства 15%. В 2021 году 19% тоже значимо изменились цифры. И опять же, по нашим любимым правилам. Орловский 33,19. Пижанский 26,16. Это по низкой активности и по противодействию. То есть в Пижанском меньше противодействия. И... Активность выше. Да, да, все, я что-то так это... Задумался над цифрами. Следующий раздел шел... Это как люди оценивают свою гражданскую активность. Следующий важный раздел это... Отношение людей к власти. Социальная политика областных властей по районам. У Орловского, он там такая... Опять же по районам. У Орловского... Опять вот в районе троечки. Да, наибольший... Нет, там наибольший критерий это видимость заботы. В Пижанском направлено на заботу о населении. Киров, как всегда, такой середнячок. На равных то ли политика непонятна, то ли видимость заботы, но где-то вот это колеблется. Причем все эти показатели есть. История-то какая? Вот это все показатели, с которыми можно работать. Которые можно переверять. Ведь чем занимаются, в том числе, правильные опросы? Такой набор вопросов, чтобы одним можно было проверить другой. И вот здесь как раз количество таблиц сложное для людей, для заполнения. Зато потом для работы очень полетное. Я прошу прощения, у нас время небольшой рекламы подошло. После чего у нас еще будет несколько минут для общения с представителем Общественной палаты Кировской области Сергеем Улитиным. Напомню, что говорим мы о ежегодном докладе, который подготовила Общественная палата нашего региона о состоянии гражданского общества. Вернемся через полторы минуты. 12 часов 33 минуты. Продолжается программа «Дневной разворот». Напоминаю, что беседовать с деловыми людьми нам помогает салон ателье классических итальянских костюмов Марка Беонтони на Карла Литмиха 71. Марка Беонтони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжества и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон, услуги, химчистки премиального уровня, эстетика в каждой детали. Вот что такое Марк Беонтони. Карла Литмиха 71, рядом с театральной площадью, позвонить можно по номеру 295-777. Напоминаю, что общаемся мы с председателем Общественной палаты Кировской области Сергеем Улитиным. Мы немножко там еще не закончили про уровень доверия людей к муниципальным или вообще к властям. Во-первых, мне бы хотелось закончить социальную политику областных властей, видимость заботы и понятно-непонятно, чтобы не создалось впечатление, что у нас только Орловский, Пижанский район и еще и Киров. Я здесь... Нет-нет, там список очень большой. Яранская видимость, то есть лидеры по тому, что видимость заботы, это абсолютный у них показатель. А на заботу о населении политика направлена лидерами Доросской, Зуевский и Куменский районы. Ну вот там, чтобы мы понимали, что два района, я еще раз там хочу обратить особое внимание, что они взяты не потому, что там самые худшие или самые лучшие, а потому, что очень характерные такие разбросы цифр. А, кстати, в район этот, Сергей Николаевич, этот доклад, он каким-то образом отправляется. Муниципальный. Местный это властный муниципалитет ставится в известность. Мы его рассылаем, конечно, и, в общем-то, я почему вот с большим удовольствием сегодня к вам пришел, потому что мне кажется, что вот мы же знаем, что все и в городе Кирове, в том числе, есть там в районах родственники, еще где-то. Посмотрите, почитайте, как ваш район. Вообще, на самом деле, вот эти вот оценочные вот такие осуждения, они же интересны, чтобы посмотреть, а мы где там. Вот это как про дороги, да, допустим. У нас есть четкий шаблон, что в Кировской области самые плохие дороги. Дороги там далеко не на первом месте, я помню. Да, но я про то, что для людей, которые выезжают за пределы Кировской области, немножко картина-то другая получается, что, в общем-то, не все так у нас плохо. Так и здесь, вот посмотрите на цифры, надо двигаться, надо встречаться, и по-другому вот тогда будешь оценивать то место, где ты живешь. Так есть в итоге объяснение такому разрыву между Орловским и Пижанским районами? Чем они так между собой отличаются? Не могу сказать, но я вижу, что по всем показателям это прям вот, эти цифры совпадают. Вот то, что там... Ну, просто вот мы получили, да, результаты, и вроде бы казалось, в Пижанском районе вот с этой точки зрения все неплохо, и надо бы стремиться к таким показателям. Ну, чтобы к ним стремиться, нужно понимать, а, собственно, чем они обусловлены, да, почему так получилось. Вот смотрите, вот это, а дальше это уже немножко не к нам, дальше это уже к власти. Вот эти истории успеха, это кейс, когда надо сесть и разобрать, а что Пижанка делала такого, что она достигла таких показателей. Да, там, вот интересно, там, когда же за несколько лет менялись у нас руководители районов, да, там, смотрим, просили после смены руководителей или не просили цифры. Если не просили, значит, молодец, просили, ну, давай посмотрим, где подтянуть, да, там, привязывать это. Я не знаю, сейчас перескочу я или не перескочу, но все-таки вот мне хотелось бы проговорить этот список основных социальных вопросов, проблем, вернее, характерных для нашего региона. Можно мы озвучим? Конечно. Что жители Кировской области считают главным... Давай. Главным отрицательным таким, да, злом, что называется. Ты как думаешь, что на первом месте? Ну, ты уже сказал, что это не дороги. Не дороги, да. Дороги, плохие дороги где-то в серединке этого рейтинга. На первом месте стоит низкий уровень доходов и низкие пенсии. Ага. В топ-3 входят снижение численности населения, в том числе высокая иммиграция. И на третьем месте недостаточно развитая социоинфраструктура. Это коммунально-бытовые объекты, учреждения образования, здравоохранения, досуга и так далее. То есть мало или не хватает. Там в списке еще рост цен, плохие дороги, жилищные проблемы, проблемы с трудоустройством, неуверенность в завтрашнем дне. Это такая всеобъемлющая проблема, да. Низкий уровень медобслуживания, многие отметили. Высокий уровень преступности, алкоголизм, наркомания, коррупция и ухудшение экологической обстановки, увы, у нас на последнем уровне. То есть не так уж и беспокоит экология и житая региона. Вот, кстати, один из комментов, по которому мы тоже, в общем-то, и дискутировали с Александром Валентиновичем, это проблема трудоустройства. Нам казалось, что мы находимся в ситуации, когда мы, наоборот, нуждаемся в рабочих руках, с одной стороны. Поэтому... На многих предприятиях сейчас дефицит, когда говорят руководители. Да, во-первых, конечно, не забываем, что это 23 года, но 23 года это тоже уже была такая, в общем-то, восходящая, тренды были. Есть ощущение, и мы, наверное, в следующих опросах учтем, как-то более точно сформулируем, возможно, эта работа есть, но людей не устраивает. Может быть, по уровню заработной платы. Это невозможно, это так и есть, и дело даже не в уровне, наверное, не всегда в уровне заработной платы. Просто с точки зрения государства, да, то есть она говорит, типа, вот, мы вам дали 500 вакансий на заводах, идите работайте, что мешает. Но не все хотят работать на заводе, да, ну, если для примера, там, берем завод, то есть у человека А может быть другая квалификация, Б, у него могут быть другие цели по жизни, ну, то есть, соответственно, да. Не устраивает, да, все что угодно, и из этого складывается, по своей какой-то специализации он не может найти работу, из этого складывается для него проблема трудоустройства. Ну, понятно, что в пятерочке или где-то там, я не знаю, в условной, работу можно найти всегда, да, но это же не делает ситуацию на рынке труда прекрасной, правильно? Нет? Нет? Или, например, есть всегда вакансии, я уверена, что всегда в любом медицинском учреждении есть вакансии, всегда они готовы принять кого-то на работу, но это возвращает нас... Медсестер, ты имеешь в виду, санитарных работников, да. Да, даже младший медицинский состав, но это возвращает нас к другой проблеме, которая там тоже есть. Низкий уровень доходов. Да. Согласны? Согласен, Сергей Николаевич. Про общественные советы мы еще хотели тоже упомянуть, они тоже там получили отражение, тоже с удовольствием прочитал. Ряд общественных советов у нас, их деятельность признана вами неэффективной. Давайте напомним, что такое общественный совет. Это структура при официальном государственном органе. Она состоит из трех частей. Одна треть — это члены органа, исполнительной власти, при котором создан. Одна треть — это от общественной палаты, и одна треть — это общественники, которые могут быть, в общем-то, любой общественник может быть в третьей составляющей. Действительно, очень по-разному работают общественные советы. Это не очень сильно зависит от того, каким органом занимается совет. Я, допустим, возглавляю два общественных совета при жилищной инспекции и при администрации правительства Кировской области. И, на самом деле, для меня, с точки зрения, ведь мы рассматриваем общественность, эти вещи, и там, где трудится жилищная инспекция, понятно, там всегда есть вопросы, там всегда есть сложности с законодательством, и там всегда есть чем позаниматься, поэтому там, по-моему, на втором месте. Она на втором месте, когда ГЖИ на втором месте находится. Администрация правительства Кировской области, у нее очень специфичная работа. Это МЧС, это вот эти вот тонкие все эти настройки работы чиновников. Там тоже есть чем заниматься. Вот буквально недавно мы выезжали, смотрели, как идет реализация обустройства пляжей. Я вам могу сказать, что я с этой поездки приехал. Ведь мы все знаем с детства, я уж извиняюсь, отвлекусь, да. Все мы знаем, что если стоит табличка «Купаться запрещено», то купаться нельзя. А знаете ли вы что, купаться нельзя нигде, кроме специально отведенных для этого мест. То есть, если вы вышли к речке, и там нет никакой таблички, и там нет никого, то это не означает, что можно купаться. Купаться нельзя. И вторая история, почему же некоторые власти не могут сделать пляжи, организовать купальные места, а делают места отдыха у воды. Не потому, что они там денег нет на обустройство. Иногда бывает, потому что, допустим, скорость сечения воды здесь больше, чем 1,6 метра. И все. По закону, ты бы рад людей пустить искупаться, но это нарушение. То есть, я задавал всякие коварные вопросы, говорю, ну хорошо, плывем мы на лодке, на плоту, есть же у нас туристы, да. Вот я с лодки спрыгнул, я что это самое, я купаюсь в неустановленном месте. Мне сказали, нет, это у вас будет происшествие на воде. И более того, купаться в неустановленных местах – это административное правонарушение. То есть, в принципе, муниципалитет может выписать вам штраф. Подожди, я никогда не задумывался об этом. Вот этого мы не знали. Что, зайдя в водоем там, где тебе захотелось, ты можешь схлопотать какое-то наказание. Я просто это про то, что… Я думала, это просто по твоей личной ответственности, грубо говоря. Вот оказывается не так. Общественные советы, в том числе, в такие вещи погружаются. И иногда, как раз благодаря вот такому удивлению, неужели вот так, мы приходим к некоторым решениям и предлагаем изменять законодательство. Не часто, но предлагаем. Минута, чуть больше у нас остается, выводы делаем. В конце доклада рекомендации есть, да, насколько они там обязательны или не обязательны. Ну, исходя из, собственно, самого термина – рекомендации. Рекомендации. Усилить, углубить, улучшить. На самом деле, наука сделать рекомендации после этого очень глубокие не может по определению. Это вот как раз уже задача. Задача, главная рекомендация власти – изучить этот документ и сделать управленческие выводы как раз на основе этих цифр. Потому что цифры вполне требуют доверия. Очень нормальные цифры, и на них их надо использовать. Это хороший инструмент. Сергей Улитин, председатель общественной палаты Кировской области. Да, благодарим. Говорили мы о ежегодном докладе о состоянии гражданского общества в нашем регионе. По итогам второй половины 2021-го и всего 2022-го года. Напоминаю, что документ этот находится в свободном доступе на сайте Общественной палаты нашего региона. ОПКО-43. Пожалуйста, качайте, можете ознакомиться. Ну, и будем надеяться, что власти исполнительные действительно приложат усилия для того, чтобы исправлять во многих разделах ситуацию. Благодарим. Завершаем на этом первую половину дневного разворота. Не прощаемся, вернемся с Дарьей через 25 минут. Костюм – это не просто часть гардероба. Это важная составляющая успеха. Он подчеркивает статус, рассказывает о вкусе, создает правильное впечатление. Поэтому вам не нужен просто костюм. Вам нужен костюм от Марка Би Антони. Итальянский костюм индивидуального пошива премиум-класса. Приезжайте на Карлолитник Т71. Звоните. 295-777. Марко Би Антони. История вашего успеха.